Дарма, которую мы изучаем, это благопожелание Майтреи, Владыка Пожеланий, благородное пожелание Майтреи. Мы сейчас с вами рассматриваем основную часть, она состоит из трёх частей. Первая – это раскаяние, чтобы очистить препятствия. Вторая – это зарождение Бодхичитты. И третья – это исполнение благопожеланий. Мы сейчас с вами будем говорить о раскаянии, чтобы очистить препятствия. И эта часть раскаяния, чтобы очистить препятствия, в благопожелании Майтреи, это третий стих, третья строфа. Мне говорится, «Пристав перед Буддами, я раскаиваюсь во всех неблагих деяниях, что я совершил, когда мой ум пребывал во власти Клэш». В этом стихе говорится, что «когда мой ум пребывал во власти Клэш». Как говорится в Вене, что неблагой поступок – это поступок, который совершен в силу омрачения, либо под влиянием омрачения. То есть, когда ум пребывает под властью омрачений, Клэш, тогда любые поступки, которые совершаются с помощью тела, либо речи, являются неблагими поступками. Также Бедарма Коши говорится, что мир создается в силу кармы, либо мир возникает в силу кармы. И карма бывает в нескольких видах. Первый вид – это карма, которая создана, либо накоплена в силу намерения. А вторая – это карма, которая накапливается в силу ненамерения. И первый тип кармы накапливается в силу намерения. Это самая сильная карма. Карма наибольшей силы. Именно поэтому в этом благопожелании говорится про ум. Ум, который пребывал во власти, клещ в власти омрачений, поскольку с помощью ума, омраченного ума, накапливается карма, которая имеет наибольшую силу. Таким образом, карма, которая накоплена в силу омрачений, приводит так недобродетели. И во все недобродетели, которые мы совершили, нам следует раскаяться. Карма накапливается с помощью ума, тела и речи. Когда мы думаем про ум, то самое большое омрачение ума – это цепление за «я», либо мысль «я существую, я есть». И в силу этого цепления за «я» и порождается вся неблагая карма. Именно поэтому, когда мы раскаиваемся во все недобродетели, нам следует прежде всего раскаяться во ложных воззрениях цепления за «я». Когда мы раскаиваемся для того, чтобы очистить карму, то в этой практике речь идет не только о очищении неблагой кармы. На самом деле нам следует также очистить и благую карму. Почему? Потому что если мы цепляемся за добродетель, как истинно накопленную, то это цепление – это привязанность. И такая привязанность будет препятствием для достижения просветлений. Поэтому, конечно, говорится, что нам следует отказаться от недобродетели и посвящать себя добродетели. Однако при этом нам не следует цепляться за добродетель. Это похоже на то, когда мы хотим пересечь реку. У нас есть лодка, и на этой лодке мы переплываем на другую сторону. Однако затем нам нет нужды нести эту лодку с собой. Мы оставляем ее на берегу. Именно поэтому накопление добродетели является методом. Однако за этот метод нам не следует цепляться. А также в благопожелании говорится, «Я раскаюсь во всех неблагодетели, что я совершил». То есть мы берем ответственность за собственные неблагие поступки. Каждое существо накапливает свою добродетель, где добродетель и недобродетель. Конечно, мы должны указывать всем существам на путь просветлений. Однако мы не можем раскаиваться за счет других существ. Я не говорю, что это невозможно, но при каких-то особых обстоятельствах, возможно, мы можем раскаяться за других существ. В обычных обстоятельствах это невозможно. Каждое существо раскаивается за свои поступки. Это похоже на то, когда мы хотим накормить кого-то. Представьте, что кто-то голоден. Если мы положим перед ними гору еды, такую огромную, как гора Меру, тем не менее, чтобы удалить голод, существа должны съесть, вкусить эту еду самостоятельно, самостоятельно. Достаточно просто положить ее перед ними, они должны съесть ее. Таким же образом, если кто-то совершает неблагие поступки, необходимо раскаяться в них самостоятельно. И именно в этих строках благопожидание Майдре говорит о необходимости раскаивания для того, чтобы очистить все неблагие деяния. Также в стихе говорится «Сенгей Чен Ричи Несуу», то есть «Представ перед путами». Имеется в виду, нам необходимо представить, что путы присутствуют перед нами наяву. мы представляем, как будто бы боди действительные присутствуют. И это уже, это связано с тем, о чем я говорил вчера, что когда Майдре вознес это благопожелание, Майдре представил все боди перед собой, представил, что все боди присутствуют, а затем вознес благопожелание. Таким же образом, когда мы раскаиваемся обо всех недобродетеля, мы представляем боди перед собой. Зачем нам нужно представлять боди присутствующим? Это связано с четырьмя силами раскаяния. Если четыре силы раскаяния не полны, не присутствуют во всей полноте, тогда наше раскаяние не будет иметь силы. И первая сила — это как раз сила опоры, когда мы представляем всех боди как свидетелей для нашей практики раскаяния. Это можно будет сравнить с тем, когда мы хотим раскаиваться перед обычным человеком. Чтобы действительно извиниться и раскаяться, нам нужно увидеться с этим человеком лично. Точно так же мы представляем боди как свидетелей для нашей практики раскаяния. Вторая сила — это сила сожалений. Если мы пытаемся раскаяться, не сожалея, а содеянным, то такое раскаяние не будет иметь силы. Ого, жаль, на то, когда мы хотим просто обмануть кого-то, притворяемся, что мы раскаиваемся. Поэтому для того, чтобы раскаивание имело силу, мы должны чистосердечно сожалеть о том, что мы совершили, и сила сожалений может очистить такое содеянное злодеяние. Если мы не сожалеем о содеянном, тогда, возможно, мы считаем, что всё нормально, всё в порядке, ничего такого не произошло. Если мы относимся к этому таким образом, тогда такие злодеяния будут всё укрепляться и становятся всё сильнее и сильнее в нашем потоке ума. Третья сила — это сила противодействия либо сила метода практики. Есть много способов противоедания либо силы практики. К примеру, одним из методов очищения убийства — это дарование жизни, защиты жизни. И четвёртая сила — это сила обещания не совершать подобного впредь. То есть это обещание либо обед, который мы даём, что я не буду совершать подобного впредь. Таковы четыре силы. И когда четыре силы совершенны, именно тогда раскаяние будет иметь силы. Здесь, в благопожелании говорится, я представляю Будд присутствующим. И я, как помянуты здесь, может быть, понято, как это то, что Майдрея раскаивается, он представляет себе Будд. Когда же мы читаем эти строки, то мы можем думать, что так же, как Майдрея, который раскаивался перед Буддами и Бодхисатами, так же и я раскаиваюсь во всех негативностях таким же образом. И это краткое сложение четверостища, посвященного раскаянию. После этого это учение о зарождении Бодхичиты. Конечно же, что это благопожелание в целости является благопожеланием о зарождении Бодхичиты. Бодхичит, зарождение Бодхичиты от метода пути и зарождение Бодхичит плодов по расцветлению. Четверостише, которое непосредственно освящено зарождению Бодхичиты, это следующие строки. Пусть заслуги, что я накопил с помощью тела, речи и ума, станут семенем обретения Всевидения и пусть моё пробуждение будет неисчерпаемым. Эта страфа говорит о всех благих деяниях, совершенных с помощью тела, речи и ума. Майдрея говорит о своих благих деяниях, трёх типах деяний. Заслуга, бывает трёх видов. Заслуга, которая ведет к рождению в высших мирах, в высших состояниях людей. Заслуга, которая ведет к рождению в высших мирах, мира богов, мира желаний. И третья заслуга, которая ведет к рождению в высших состояниях мира форм и без форм. Это три заслуги, три типа заслуги. Добродетель, который ведет к высшим состояниям богов форм и без форм, это практика медитации пребывания в самадхи, которая приводит к такому перерождению. Это разъяснено в Бадракалебе, Касудру, Супре, Благокальбо, которое входит в собрание слов Бадракалебе. В Бадракалебе, Касудру, Супре, Благокальбо, говорится о том, как Бодхисаттва Майтрея зародил Бодхичитту. До этого Майтрея был Чакравардином, то есть Всемирной Владыкой, которого звали Байрочан. И он, этот Чакравардин, жил во времена Будды, которого звали Тучан Любомогущественной Сугатой. И этот Чакравардин пригласил этого Сугату, этого Будду, к себе дворец для того, чтобы угостить его обедом. То есть он пригласил его на обед. И во время этого он зародил Бодхичитту. Именно такая строфа содержится в Бадракальбе, Касудру. Что здесь имеется в виду? Что в это время тот, кто в будущем стал Бодхисаттвой Майтреей, он в присутствии этого Будды зародил устремление, пусть я в будущем стану Будды, таким же, как ты, чтобы привести всех существ к просветлению. Именно таким образом он зародил Бодхичитту, устремление к совершенному просветлению. В Бадракальбе Касудру, говорится, описывается все тысячи вот нашей Благой Кальпе. И Судру очень детально описывает, как все эти Будды будущего зародили Бодхичитту. Среди них Пятый Будда Майтрея, как он зародил Бодхичитту. И также другие события из его жизни. Майтрея предсказан, как Пятый Будда нашей Благой Кальпе. Как вы знаете, когда появился Будда Шакимуни, то он был Четвертым Буддой нашей Благой Кальпе. И я хочу вкратце рассказать, как появились эти тысячи вот нашей Благой Кальпе. И говорится, что в то время жал бы по имени Ратна Праба, либо Драгоценный Свят. И во время его эпохи жил Чакравардин, у которого было тысячи сыновей. И в то время жизнь людей была очень долгой. Они жили миллионы лет. И этот Чакравардин правил бесчисленными мирами. И как-то он вместе со всеми своими сыновьями, тысячами своими сыновьями, отправился к Будде Ратна Прабе. И в его присутствии он зародил Бодхичиту. И в то время Будда Ратна Праба пребывал в Самадхи, которая называется Зеркальная Сеть. И пребывая в этом Самадхи, Будда Ратна Праба предсказал возникновение, приход тысячи Будд этой Благой Кальпы. И среди этих тысячи Будд он сказал о том, что пятым среди них будет Будда Майтрея. Сейчас уже прошло 2500 лет после паре Нирвана Будды Шаклямуни. И в своей предыдущей жизни он был Богом Тушиты, которого звали Дэва Будд Ракету. Он правил всеми Богами Тушиты. И тогда он взглянул на мир и идёт различными способами и осознал, что пришло время ему прийти в мир людей. И тогда он снял своей головой корону правителей Богов Тушиты и отдал её Майтрею, сказав, что он отправляется в мир людей. И с этого момента Майтрея является правителем Богов Тушиты вместо него. И тогда Будда Шаклямуни родился в мире людей у Махамая и царя Шудоданы. И как вы знаете, затем он стал Буддой Будда Шаклямуни. И с того момента, когда Будда Шаклямуни отправился в мир людей, Майтрея пребывает в Тушите и правит Богами Тушиты. Говорится, что через несколько миллионов лет с этого момента Майтрея также придёт в мир людей и станет Буддой. Это всё было предсказано Буддой Радд Набраба, когда он пребывал в Самадхе Зеркальная сеть. Чтобы вам было легче понимать концепцию времени, во время Будды Шаклямуни люди жили сто лет. Во времена предыдущего Будды, Будды Кашляпы, люди жили намного дольше, их жизнь была гораздо больше, они жили тысячи лет. И в будущее, когда придёт Будда Майтрея, люди также будут жить гораздо дольше, двадцать тысяч лет. А следующее, о чём говорится в этом стихе, что пусть я заслуга, которую накопил, станет семенем к обретению всеведений. То есть пусть моя заслуга, накопленная мною, станет причиной обречения состояния Будды. Пусть моё пропущение будет неисчерпаемым. У этой страхи может быть два объяснения. Первое, это пусть вся заслуга, которую я накопил в прошлом, пусть она будет подобна семени, которая приведёт к просветлению. А второе, это второе значение, что пусть семья моего просветления это природа Будды, это абсолютная бодхичитта, это пустотность, это шинета пустотность, а истинная природа дармата. Это похоже на объяснение того, что у нас есть природа Будды, татага, тагарба, и именно эта природа ведёт нас к обретению полного просветления, то есть мы просто очищаем эту природу, и она полностью становится проявленной, и благодаря этому благопожеланию, эта просветлённая природа станет проявленным, то есть я буду проявлен, как полный, совершенный Будды. Именно об этом нам следует думать, когда мы произносим это благопожелание. Однако, если мы подумаем о значении слов Владыки, благопожелание, которое мы читаем каждый каждый день, нам также следует думать, что все 84 тысячи учений будут включены в это благопожелание, Владыку, пожелание. И когда мы собрались все здесь, в этом месте совершенного просветления Будды, и можем читать эти строки благопожеланий, то это совершенно восхитительно. Именно поэтому, когда мы накапливаем повторение благопожеланий, нам следует делать это верным, правильным образом, не слишком быстро, не слишком медленно, мы делаем это на протяжении многих лет, это уже 38 Манлам, то есть, вы читаете это пожелание, не первый раз. Поэтому, если вы делаете это, и осознаете смысл, тогда все собрано в этом, благопожелание, семя просветления, а также абсолютная Будды, как истинная природа, самого просветления, все это собрано в этом благопожелании, и тогда все это становится причиной, которая приведет к полному и совершенному просветлению. именно об этом говорит благопожелание. И любое благопожелание, включая и это благопожелание, оно тоже содержится во владыке благопожелания. И я, говорю, дремя почти не смогу накопить эту заслугу, но все вы, монахи и монахини, также все преданные миряне, а также все слушающие на Маламе, которые участвуют в повторении, вы создаете связь, благодаря которой вы получите заслугу, накопите заслугу миллионного повторения, владыке благопожелания. И это величайшая заслуга. И я говорю об этом для того, чтобы воодушевить вас на эту практику, сказать вам, что когда вы читаете владыке благопожелания, вам следует помнить о значении слов того, что вы читаете. Если же ваш взгляд душ дает по сторонам, вы забываете о том, что вы делаете, и не осознаете смысл того, что вы делаете. Тогда сложно будет накопить всю эту заслугу. Однако если вы приступаете к этой практике с намерением бодхичитты, что вы делаете это для блага всех существ, делаете это с энтузиазмом, с воодушевлением, то тогда каждый из вас накопит заслугу миллионного накопления владыке благопожеланий. И поэтому вы должны воодушевиться этим. если нет воодушевленного отношения к практике, тогда вы не сможете накопить эту заслугу. И это не то, чего мы хотим. Поэтому я говорю вам, это чтобы воодушевить вас. Это моя работа воодушевлять на практику. Гуру это тот, кто воодушевляет учеников на практику добродетелей. именно поэтому Гуру называют кальянами. Следующая это третья тема это реализация благопожеланий. И в этом части три составляющие. Первое это вхождение в совершение результата, достижение результата. Второе это сама практика совершения. И третье это результат либо достижение. То есть вхождение в практику, сама практика и обретение результата практики. Первое из этих это вхождение в практику вознесения благопожеланий. И это высший метод очищения и накопления. То есть это очищение, загрязнение, обращение и накопление заслуги и мудрости. Эта часть начинается с семи частной практики. Вы все знаете, что такое семь частей практики. Это поклоны подношения с радой нераскаивания и так далее. все эти семь частей содержатся благопожелания Майтрея. Однако в этом благопожелании эти части не следуют в обычной последовательности. Как вы знаете, обычная последовательность начинается с поклонов. Здесь поклоны не являются первой частью, однако они также включены. Какая же ветвь практики первая в этой семи частной практике? Я хочу рассказать о первой ветве, хотя наше время уже закончилось, просто хочу завершить объяснение. Первая ветвь семи частной практики. Саму практику мы не завершим, пока не достигнем просветления. Итак, я хочу еще объяснить одну строфу, иначе нам не хватит времени. в этом Первый ветвь семи частной практики это ветвь совершения подношений. Это четверостища, которое гласит, Будды видят и радуются подношения, что им совершает в мирах десяти сторон, с радость им и я. Так, первая ветвь практики в этой подношении, это практика совершения подношений, вы видите радуются, Подношения, что им совершают в мирах Десяти Сторон, с радостью им и я. Будды радуются, когда им совершают подношения. Имеется в виду, что Будды знают, когда им совершают подношения, будь то материальные подношения, либо подношения, созданные умом. И зачем мы совершаем подношения? Самый лучший способ это совершение подношения Будды. Будды и Шакюмани Будды разъяснил различные способы практики. И среди них это подношения долгой жизни, практики долгой жизни и так далее. Однако из всех этих методов, самый лучший метод это зарождение Бодхичиты и также практика Бодхичиты в виде шести парамид, практики щедрости и других. Это самый лучший способ порадовать Будды. И говорится, что Будды является всеведущим. Поэтому, когда мы совершаем подношения, Будды знают об этом, поскольку Будды знает всё. Именно поэтому Будды знает, когда существа совершают подношения, поскольку при этом существа накапливаются в слугах и приближаются к просветлению. И это радует Будду. Я радуюсь этому и я, говорится в четверостише. Однако при этом следует понимать, что это не ветвь в срадовании. Ветвь в срадовании будет позже. Это лишь ветвь в совершении подношений. Следующая страфа говорит, я раскаиваюсь во всех неблагих деяниях. То есть это ветвь в практике раскаивания. То есть все неблагие поступки, которые я совершил, я раскаиваюсь в них. Однако мы должны понимать, что это не только те поступки, которые мы действительно совершили с помощью речи либо тела, но также и намерение совершить неблагие поступки, то есть недобродетели, накопленные с помощью ума. Я срадуюсь всем заслугам. Это практика срадования. То есть мы срадуемся всей накопленной добродетели, совершенной обычными существами и благородными существами. То есть и обусловленной заслугой, и не обусловленной заслугой. Всей этой заслугой мы срадуемся. Срадование, прежде всего, имеет в виду, говорит о том, что нам необходимо срадоваться тому, что той добродетели, которую совершают другие. Но также нам следует радоваться собственным добродетелям, поскольку если мы совершаем что-то благое, нам не следует совершать, сожалеть об этом. Мы должны радоваться этому. Следующая строка говорит, я кланясь всем, это ветвь поклонов либо простиранию. Это повторение строки, которое открывается благо пожелания. Я уже объяснял, и это поэтому нет нужды повторять. Следующая строка, да, Бридуэн и Высшая Мудрость, это строка посвящений. То есть в практике посвящений мы посвящаем всю заслугу, которую мы накопили с того времени, когда мы зарядили Бадхичитту до сегодняшнего момента. Нам следует запечатать посвящение для того, чтобы вся эта заслуга стала причиной обретения наивысшей мудрости, то есть состояния полного и совершенного просветления. Именно с такой целью мы запечатываем практику накопления заслуги посвящения. Шестая ветвь в семичастной практике, это просба повернуть колесо дармы. Это две с половиной четверостиши, которые гласят, я призываю Бадхисан к десяти сторон, что пребывают на десятой степени достичь на высшего пробуждения. Пусть обретя великое пробуждение и победил мэр, они повернут колесо дармы, чтобы помогать всем существам. Пусть звуки великого барабана дармы избавят существа страданий. Сейчас в этих строках излагается просьба ко всем Бадхисаттвам, которые пребывают на всех буме, в десяти сторонах мира, всех тех существ, которые зародили Бадхичитту, а затем собрали сослугу и очистили все омрачения. И в результате находятся на десяти буме, начиная с первого буме «Найвышая радость» до десятого буме «Облако дармы». Мы просим всем их, всех их, достичь на высшего пробуждения, то есть достичь совершенного состояния Будды. Таким образом, мы просим всех Бадхисаттв, которые находятся на ступени Бадхисаттвы, чтобы они как можно быстрее достигли полного совершенного просветления состояния Будды. Мы говорим им, сейчас пришло время совершить деяние Будды. Прошу проявить деяние обретения просветления. Это просьба, с которой мы к ним обращаемся. В сути, то, что мы говорим, это «прошу, станьте Буддами, прошу, пробудитесь и осуществите все деяния Будды для того, чтобы стать предводителями существ, учителями для всех существ». Дальше в «Благопожелании» говорится, «Пусть, обретя великое пропущение, победив всех мар, не повернут колесо дармы, чтобы помогать всем существам». Это подобно тому, как Будда Шакьямуни, который пришел в мир людей приблизительно 2500 лет тому назад, он проявил тогда все 12 деяний Будды, одно за другим. И одно из этих 12 деяний было победа над четырьмя марами. Сначала он провел 6 лет, практикуя аскезу на берегах реки Нараджана. После этого он отправился к месту, на котором сейчас стоит храм Махабодхи. Он сел под деревом просветления и, как говорится, что вечером он победил все силы Мары и на расцвете достиг просветления. Что такое «победил все силы Мары»? Четыре Мары — это Мары омрачений, Мары совокупности, Мары Дитя Богов и Мары Владыка Смертью. Это четыре Мары, либо четыре препятствия. У нас нет времени, чтобы говорить об этом подробно, но когда мы думаем о формах, которые эти Мары приняли, то в тексте говорится, что это были миллионные Мары, бесчисленные количества Мары, которые проявились перед Боддой. И Бодда победила всех. Как же Бодда победила всех Мар? Говорится, что он умиротворил все омрачения. И благодаря умиротворению омрачений, он победил всех Мар, чтобы помогать всем существам. «Помогать» означает приносить им благо, то есть освободить их от причин страданий, и чтобы они также смогли обрести состояние Бодды. Это абсолютное благо, которое он мог принести существам. Как Бодда приносит благо? Для того, чтобы существа смогли достичь просветления, он истинным, достоверным образом учит Дхарме. Он учит Дхарме в определенном месте времени, а также он учит Дхарму в безвременном времени, то есть постоянно и непрерывно Будда учит Дхарме. И именно этого мы и просим. Мы просим, чтобы все бодхисаттвы пробудились, достигли состояния Будды и повернули колесо Дхарме. В следующих двух строках подводится итог тому, что было сказано ранее. «Пусть звуки Великого Барабана Дхарма избавят существ от страданий». Это похоже на то, о чем говорится в Лолита Вистера Сутры. В Лолита Вистере Сутры говорится о повороте колеса Дхармы как звука Великого Барабана. Лолита Вистера Сутры может быть классифицирована как принадлежащая к любому из трех поворотов колеса Дхармы. И в этой Сутре говорится, что Дхарма звучит как Великий Барабан в мире богов. И этот звук Барабана Дхарма побуждает богов в практике Дхармы. Следуя этому примеру, мы также пишем специальные дарани-мантры, которые кладем внутрь ритуальных барабанов, для того, чтобы когда мы били барабаны, звучал также звук Дхармы, излучаемый из слогов мантры, вложенных в эти барабаны. То есть этот барабан Дхармы, он символизирует великое пространство Дхармы, Дхармы, которые ничем не ограничены и никогда не прекращаются. Когда существа слышат звук Дхармы, слышат звук этого барабана, Дхармы символическим языком сказанным, они освобождаются от страданий. Они не только освобождаются от страданий, в смысле достижения малой нирваны, состояния архата, но также они освобождаются от обычных страданий самсары, и также они обретают полное совершенное нирвану, то есть полное совершенное просветление. Поэтому мы здесь имеем в виду любые уровни освобождения, обычные и также наивысшие уровни освобождения. И мы просим для этого, для освобождения существ всех бод, повернуть колесо Дхармы. Следующая семичастная практика накопления заслуг и очищения обращений, это просьба бодом пребывать и учить Дхармы. То есть таким образом мы просим всех сугад, всех бод во всех мирах, которые хотят проявить нирваны, не уходить нирваны, а вместо этого оставаться и продолжать приносить благо существам на протяжении бесконечного количества кальп. Мы просим, прошу вас, оставайтесь и учите Дхармы, не уходя в нирвану. Такова просьба, к бодам не уходить в нирваны, а пребывать. Эта ветвь просто повернуть колесо учения, она включает в себя и последующие строгие благопожелания говорится, мы тонем в трясении желаний, накрепко связаны бодами самсары. Здесь говорится обо всех существах, которые тонут в океане самсары. Они тонут в трясении желаний. То есть все существа мира желаний, они связаны путами желания, и они пребывают в мирах самсары, в которых они испытывают страдания и создают причины для страдания в силу своих омрачений. Поэтому находящиеся в самсаре, мы тонем в трясении желаний. Мы относимся ко всем омраченным существам. Первое среди них — это привязанность либо желание, но также гнев, запутанность и прочее. У всех обычных существ много омрачений, они все связаны с омрачением. И когда мы освобождаемся от этой трясины, от этих цепей омрачения, тогда существа достигают состояния пархата либо следуют по пути бодхисадвы, большинство существ пребывает в состоянии этой трясины. лишь те, кто вступает на путь накопления соединения бодхисадвы, говорится, что эти существа до того, как они достигают пути видения, они на последних стадиях до вступления на путь видения существа уже не связаны путами обращений, и они не могут упасть в низшие миры. Однако все остальные существа, которые не достигли последней ступени пути соединения второго пути бодхисадвы, они все вязнут трясением самсары. Следующие строки говорят, величайшие из богов и людей взгляните на нас, скованных множеством цепей. То есть величайшие из богов и людей по-другому на тибетском означает величайшие из двуногих. Однако это не означает, что Будды величайшие среди лишь двуногих богов и людей. Будды величайшие из всех существ, всех существ без исключения. Почему? Потому что состояние Будды это самое высшее состояние. Однако для людей Будды проявляются в подобии людей. Поэтому Будды часто называются величайшие из двуногих, то есть величайшие из мира богов и людей. И все Будды прошлого, начиная с Будды Канакамуни, Будды Кашьяпа и других, все из тысячи Будды этой Благой Кальпы, включая четвертого Будды Шакимуни, все они достигли просветления, находясь в человеческом подобии, то есть будучи людьми. Именно поэтому мы просим всех Буд взглянуть до нас тонущих пересенения сары и скованных множеством сибирьев сары. То есть мы просим кирква принести благо всем существам. И это просьба ко всем Буддам, которые хотят уйти в Нирвану, не уходить, а продолжать учить дхарме. И эта ветвь, просьба не уходить к нирвану, еще продолжается в последующих строках. Возвращаясь к предыдущей строке величайшие двуногих часто называются величайшими из людей. Поэтому нам следует понимать, что когда мы встречаем в текстах это выражение величайшие из двуногих, то прежде всего, что мы имеем в виду это величайший из людей, то есть величайший в человеческом мире. И следующая строка продолжает ту же ветвь, в просьбу не уходить в парнирвану. Эти строки гласят Будды и не судят тех, чье сознание обращено. Пусть они с любовью в сердце освободят существ из океана существования. Говорится, что любовь Будд ничем не ограничена, она абсолютно беспристрастна. Это можно сравнить с любовью матери к своему ребенку. И говорится, что мать заботится о всех детях как о своем единственном ребенке. И когда пример у нас есть практика по отношению Дорма Хариди. У Хариди было сто детей и она заботилась о всех их одинаково. И точно так же и Будды. Когда они видят существ, которые страдают в силу своих обращений, они не судят их. Они не смотрят на них свысока и они не говорят, что эти существа слабые, они плохие, они недостаточно хороши. Таким образом, Будды никоим образом не судят существ за их омрачение. Они относятся к ним с любовью. Именно об этом говорится. пусть пусть они с любовью сердца освободят существа из океана существования. То есть Будды с любовью они освобождают существа из океана самсары, океана, из которого трудно освободиться, который трудно пересечь. Но вот есть метод защитить существ, спасти всех существ из океана самсары. Именно поэтому мы просим их пребывать и не уходить в нирван для того, чтобы приносить благо всем существам. Мы просим вас пребывать и не уходить в самсары для того, чтобы освободить всех существ из океана самсары. Следующая тема это вхлаждение в практику достижения. Это обещание либо дарование обетов. И этому этой теме обещанию либо принять диабету посвящено шесть строк. В благопожелании говорится «Пусть я следую примеру совершенных Будд, которые пребывают сейчас». Тех, кто ушел и тех, кто еще придет. «Пусть я вершу деяния Бодхисад». То есть мы говорим, что я буду следовать примеру совершенных Будд, которые пребывают в мире в наше время. А также Будд прошлого, тех, кто уже ушел в нирвану. А также всех Буддов будущего, тех, кто еще придет в будущем. Точно так же, как они, я буду зарождать Бодхичитву, а также я буду совершать деяния Бодхисаддвы, точно так же, как и все Будды сделали это. Следующее благопожелание говорится, «Вся полностью овладею шестью парамидами и освобожу существ шести миров». Это обещание совершенствовать либо достичь совершенства шести парамид. Они будут детально описаны далее, поэтому нам сейчас нет смысла говорить об этом. дается обещание, что я достигну совершенства во всех шести парамидах и освобожу всех существ шести миров. То есть существ я приведу к освобождению от страданий и приведу к состоянию всеведения полного состояния Бодхи. Пусть я смогу быть защитником и освободителем всех существ. И на этом завершается раздел обещания. На этом завершается раздел вхождения в практику достижения. Следующий раздел это совершение практики достижения. И в этом разделе две части. Это развитие абсолютной мудрости либо мудрости, которая познает абсолютное, а также сострадание, которое охватывает относительное. И первое из них это мудрость, которая познает абсолютное. Это в свою очередь разделяется на практику пребывания в шамадхе, пребывания в покое и плода пребывания в шамадхе. И первое из этих частей это практика шамадхи, практика медитации пребывания в покое. Это две строки благопожелания, которые гласят «Пусть я обрету шесть видов ясновидения и достигну непроизводенного пробуждения». Когда строка гласит «Пусть я обрету шесть видов ясновидения», то возникает вопрос, как это связано с практикой шамадхи. Слово «ясновидение» содержит в себе слово «ясновидение». А ясновидение, как правило, связано со вторым типом медитации, медитации випашина. Тем не менее, шесть видов ясновидения это обретение в результате практики шамадхи, практики пребывания в покое. То есть, какая связь с ясновидением видения с шамадхой. Шамадха приводит к успокоению ума. Когда ум успокоен, когда ум пребывает в покое, тогда ум способен видеть яснее, появляется ясность в уме. Если нет успокойства в уме, тогда совершенно бессмысленно говорить о какой-либо ясности. Дело в том, что умы существ омрачены и омрачены означает, что они взбудоражены омрачениями, то есть умы таких существ возбуждены. И когда эти омрачения умиротворяются либо успокаиваются, лишь тогда в этих умах в спокойном уме может проявиться ясность. и таким образом, то, что мы называем ясное видение, является достижением практики Шамадхи. Это как бы знак обретения совершенства в Шамадхе. Такие практики, достигшие совершенства в Шамадхе, они могут видеть с большей ясностью, чем обычные существа, либо они могут видеть то, что обычные существа видеть не могут. Мы уже с вами обсуждали это, мы обсуждали эти шесть видов способностей восприятия доступной обычным существам, и это обретается благодаря успокоению ума. Поэтому в благопожелании говорится, что благодаря практике Шамадхе, достижении практики Шамадхе ось я обрету все эти знаки и достигну непроизводенного пробуждения. Следующие строки это благопожелание реализовать випашина, либо медитацию ясного прозрения. И в этом разделе содержится благопожелание опознать бессамостность явлений, а также бессамостность индивидов, то есть тема випашины включает в себя два благопожелания. Первое из них это устремление познать бессамостность всех явлений. Это то, что в благопожелании описывается так. Они не рождены и не возникают, не имеют самобития и нигде не пребывания. Познания нет и нет вещей, пусть все поститно, что все даром и пустые. Итак, первое из устремлений, связанных с практикой випашины ясного видения. устремление познать, что все явления не имеют самосущего бытия. Благопожелание говорит, все явления не рождены и не возникают, не имеют самобития и нигде не пребывают. Здесь имеется в виду, что любые явления, будь то явления прошлого, явления настоящего либо будущего, они не обладают истинные возникновения. Они также не имеют собственного самосущего самобития и они нигде не пребывают. такова их истинная природа. Все явления прошлого, настоящего и будущего таковы. Они подобны иллюзиям либо сновидениям и именно нет никаких истинно существующих явлений. Они все пусты по своей природе. Поскольку все явления возникают в силах взаимозависимости, они являются пустотой, шуниадой. Они не имеют никакого независимого самосущего бытия. Следующая строка говорит «Познание нет и нет вещей». Пусть я постигну, что все дармы пусты. Если предыдущие строки говорили о внешних явлениях, то «Познание нет и нет вещей» говорит о самих индивидах и их познании. мы говорим, что нет сознания и нет никакого сознания, которое может быть определено как истинно существующее. Сознание также возникает в силу запутанности. Поскольку мы запутаны и омрачены, мы воспринимаем себя как такие, у которых есть сознание. А на самом деле это не так. нет никакого независимого существующего сознания. И также нет явлений, которые познаются этим сознанием, нет ударом прошлого, настоящего и будущего. То есть нет того, кто познает, и нет объектов познания. Поэтому говорится, что нет вещей, то есть вещей, которые познаются. И если мы можем познать, что нет познания, и нет объектов познания, тогда мы сможем познать, что все явления по своей природе пустые. Как это объясняется в учениях Абидарма? В результате запутанности и невидений возникало сначала тонкое омрачение, а затем эти омрачения становятся все более грубыми, и в результате мы воспринимаем явления как истинно существующие. и это все является результатом наших обращений и запутанности, тогда как на самом деле они пустые, не существуют сами по себе, не существуют на самом деле. Таким образом, эти строки учат бессамостности всех явлений, это лишь проявление нашей запутанности, это относительное проявление. и возносим благопожелания, чтобы мы могли познать явления таковыми. Когда мы говорим о явлении, это явление, которое мы воображаем, то есть можем вообразить своим умом, то есть явление, которое существует очень номинально, и взаимовозникающие явления. Когда мы говорим о втором повороте колеса дармы, это поворот колеса дармы об отсутствии характеристик всех явлений, то в Блоком Юре содержится сутра, которая называется сутра краткозложения всех воззрений. И в этой сутре говорится, пусть благодаря своей мудрости я смогу познать, что все явления своей природе пусты, что все явления самсары по своей природе пусты. Это тоже значение, что и здесь в этом благопожелании. И у нас осталось всего 15 минут, поэтому мы не сможем изучить все оставшиеся строки. Однако давайте попробуем объяснить как можно больше. Следующая строфа гласит, подобно Буддам, великим мудрецам пусть я постигну, что нет существ, нет души, нет личности, нет становления и нет самости. Это благопожелание познать безнамостность индивиду, проявить абсолютную природу. Здесь говорится о том, что то, что мы называем индивидом, на самом деле не существует. и обычно в отряде сонной философии выделяют 16 разных понятий, которыми обозначают то, что мы называем индивидом. Это душа, личность, живая сила и так далее. Все они обозначают то, что мы называем существом, существом независимым, истинно существующим существом. И в этой строке Майдрея возносит благопожелание, пусть мы познаем бессамостность того, что мы называем существом. Следующий раздел это благопожелание об относительной активности в силу сострадания. И это то, что касается практики шести парамид. Первая из шести парамид это практика щедрости. Парамид щедрости разделяется на общее благопожелание, которое касается характеристик щедрости. И вторая часть это практические примеры практики щедрости. Первое это общее благопожелание. Это один стих, который гласит «Все, что воспринимается как я и мое, ни в чем не пребывает». Все, что воспринимается как я и мое, ни в чем не пребывает. Имеется в виду, что всё, что воспринимается как «я», либо как моё, это то, что препятствует практике щедрости, парамиды щедрости. Когда мы говорим о щедрости, то это практика непривязанности, поскольку нет ничего, что может быть обозначено как «я» или мою практику. Щедрость означает познание истинной природы вещей. То есть практика щедрости не означает, что мы можем удовлетворить всех существ, поскольку количество существ бесконечное, поэтому мы не можем удовлетворить всех существ, не можем удовлетворить желания всех существ. Однако парамиды щедрости совершенствуются, когда познаётся отсутствие любого цепляния к объекту даяния, того, кто даёт, то есть субъекту даяния, и самому процессу даяния. То есть нет того, что даётся, то есть объекта даяния, нет того, кто даёт субъекта, и нет самого деяния щедрости. Когда постигается это, таким образом постигается практика парамиды щедрости, то есть познаётся устотность трёх сфер объекта, субъекта и действия. И именно поэтому нам следует вовлекаться в практику щедрости, пока наша практика не станет свободной от трёх сфер цепляния. И обычное существо всегда даёт вовлекаться в практику даяния с концепциализацией, то есть двоиственным образом. Или же подхисаттвы, которые достигают первого буми, то есть пути видения, то есть познают пустотность непосредственно, они способны совершать практику щедрости без концептуализации субъекта, объекта и действия. То есть для них это истинная практика щедрости. У меня нет времени, чтобы принести пример из сутр. Пример, который я хочу привести, это цитата из Лангкаббатара, сутры прибытия на Лангкаббатару. В этой сутре содержится семь частей, и в одной из них говорится «Опирайтесь на лишь ум, не цепляйтесь за внешние вещи, поскольку природа всех вещей включает в себя природу ума». Таким образом, мы возносим благопожелание, чтобы достичь совершенства в практике щедрости. То есть что такое парамиды, либо выход за пределы, либо пересечение, переход на другой берег дословный. И, как говорит благопожелание, чтобы помочь всем существу, пусть я не скупясь, совершая даяние. Поскольку вещи не имеют самобудия, пусть я спонтанно обретаю богатство. То есть на самом деле, когда мы обладаем чем-то, мы всегда цепляемся за это. На самом деле, все эти объекты, они не существуют на самом деле. Когда мы не цепляемся за объекты, которыми мы владеем, тогда мы спонтанно обретаем богатство. То есть свобода от цепляния означает спонтанность обретения. Именно об этом мы возносим к благопожеланию. Каким образом мы можем познать бессамостность всех вещей? Когда мы познаем, что на самом деле они не имеют самобудия, то есть они не существуют независимы. И мы можем приблизиться к этому пониманию через познание непостоянства всех вещей. Об этом говорит следующее строгие. «Поскольку всё приходит к разрушению, пусть я достигну совершенства щедрости, действуя безупречной дисциплины, совершенно чистой дисциплины и так далее, добретое совершенства дисциплины». То есть первая параметра, параметра щедрости, совершенствуется благодаря опознанию свободы от трёхсверцепляния, то есть свободы от двойственности субъекта-объекта действия. Именно таким образом щедрость становится совершенной. И то же самое касается и дисциплины. Дисциплина становится парамидой, только когда выходит за примеры двойственности цепляния за три сферы. Вторая параметра, параметра дисциплины, описывается в одном четверостише. «Действуя с безупречной дисциплины, совершенно чистой дисциплины, дисциплины свободны от высокомерия, добретое совершенства дисциплины». Это строги, которые учат совершенству дисциплины, парамиде дисциплины. Когда мы говорим о дисциплине, то на самом деле обычное понимание дисциплины — это какие-то правила поведения, это обеты, которые мы принимаем у каждой обеты и свою историю. И основываясь на этой истории, обеты запрещают что-либо делать. Поэтому, если мы глянем на дисциплину Пратимокши, то есть личного освобождения, индивидуального освобождения, то это, как правило, обеты, которые что-то запрещают. Также у нас есть обеты Бодхисеттвы, а также самая тайная мантра Божраяна. На самом деле, дисциплина не сводится лишь к каким-то правилам поведения. Всё дело в том, что все существа хотят обрести счастье и хотят освободиться от страдания. У счастья есть причины, и также у страдания есть причины. Если мы не прекратим причины, приводящие к страданию, мы не сможем освободиться от самого страдания. Мы можем, конечно, надеяться на то, чтобы быть счастливыми, но мы никогда не сможем обрести счастье. Если мы хотим освободиться от страданий, тогда мы должны освободиться от причины страданий. Именно поэтому мы придерживаемся дисциплины того, от чего следует отказаться. И обычная дисциплина описывается на основе учения шарабаков, то есть колесницы основы. Запрещено делать это, не делать этого и так далее. То есть это то, от чего мы отказываемся. В речи, если мы говорим о поведении бодхисад, тогда это наоборот то, что нам следует совершить. Тайные мантры, самые тайные мантры, это то, от чего нам следует отказаться, и то, что следует совершать. И сама Иваширайяна включает в себя 14 коренных обетов, также это самые ветви и так далее. Говорится, что у нас столько самай, сколько у нас есть мыслей. Это то, что обычные существа не могут осознать. Лишь благородные существа могут понять, что означает самай, в чём смысл самай. Для обычных существ это что-то, что превосходит наше понимание. Поэтому, когда мы описываем дисциплину, обычно мы говорим об обычной дисциплине колесницы шарабаков, то, от чего нам следует отказаться. И говорится, что очень важно придерживаться такой чистой дисциплины. Благопожлание говорить, дисциплина свободна от высокомерия. Проблема в том, что когда мы цепляемся за правила дисциплины, тогда мы можем чувствовать гордыню в силу этой чистой дисциплины. И это является неперным. Нам следует освободиться от высокомерия, связанной с дисциплиной. Что такое, как мы можем освободиться от такого высокомерия, гордыни? Когда мы опять же превосходим три сферы того, кто придерживается дисциплины, самой дисциплины, практики, и практики, придерживания, практики соблюдения чистой дисциплины. И сейчас мы переходим к страфе, о которой говорится о парамиде терпения. Нам осталось шесть страф, и я попытаюсь быстро закончить их. Когда мы говорим о парамиде терпения, эта страфа, которая нравится нигде, не пребывая подобно элементам земли, воды, огня и ветра, терпение не подлаз на гневу, допустим, обрету совершенству терпения. Точно так же, как элементы, они никогда не испытывают гнева, точно так же, как и они, когда обрету я совершенству терпения. Тем, что является противоположным терпением, это гнев. И когда мы говорим о совершенстве терпения, мы имеем в виду достижение совершенства преодоления гнева. Есть несколько видов терпения, например, терпение о принятии страдания и так далее. И здесь мы возносим благополучие желания реализовать совершенство терпения. Четвертое – это одна страфа – достичь совершенства парамиды усердия. Следующая парамиды усердия – вступив на путь практики усердия, стабильного, вдохновляющего, свободного от лени, благодаря усилиям тела и мапы все достигнут совершенства усердия. Усердие – это то, что ведет нас к просветлению, то, что поддерживает практику. И наше усердие должно быть постоянным, оно должно быть вдохновляющим и свободным от лени. Лень – это то, что является противоположным усердию. А когда мы свободны от лени, тогда наше усердие становится непоколебимым либо постоянным, и оно должно быть вдохновляющим. То есть основываться на вдохновении, стремлении к практике блага. И благодаря усилиям тела мы области достигнут совершенства усердия. Здесь мы желаем, чтобы обрести разные качества усердия, такие как усердие, похожие на доспехи и так далее. Это усердие, которое невозможно остановить либо обратить спять, оно подобно доспехам. Пусть я обрету совершенство. Следующий – это парамита медитативного сосредоточения. Она изложена в одном стихе с помощью самадхи, подобного иллюзии, самадхи, подобного шестого героя, самадхи, подобного очеря, пусть я обрету совершенство сосредоточения. Самадхи, подобного иллюзии – это самадхи, которая познает все явления, как подобные сновидения. Есть 12 разных примеров нереальности явлений, например, радуга, пузыри на воде, сновидения и так далее. По помощи этой самадхи мы познаем все явления таковыми. Самадхи, подобное шестую герою, это самадхи, которым никакие обращения не могут нас одолеть. Мы становимся неуязвимыми для всех обращений, всех загрязнений. Самадхи, подобное в ажре, это последняя самадхи, которая обретается перед обращением, просветлением. И есть много различных типов самадхи, которые обретаются на пути Водхисадхы, но у нас сейчас нет времени для этого. Главное, смысл сказанного, что благодаря этих самадхи я достиг равности трёх времён. Имеется в виду, опять же, преодоление концептуализации трёх сфер, тех, кто медитирует, предметы медитации и самой практики медитации. Благодаря этой практике я достигну совершенства сосредоточения. Последняя шестая параметра — это параметра мудрости, совершенства мудрости. И этому посвящен один стих. Он гласит, с помощью трёх врата освобождения, равностности трёх времён и проявлению трёх осознанностей пусть и обретут совершенство понимания. Что такое мудрость? Мудрость — это то, что способно различать все явления. Это также мудрость, которая познаёт истинную природу, либо абсолютную природу. И это последняя из всех параметров, поскольку все остальные параметры принадлежат к методам, и лишь последняя из них — это мудрость, параметра мудрости, совершенство мудрости. И именно благодаря этой мудрости, совершенству мудрости, которая познаёт, что абсолютную истину всех явлений. И в результате обретается то, что называется врата апостолы. Это первая из трёх врат освобождения. Когда мы обретаем мудрость, которая познаёт, что все объекты свободны от любых характеристик, то это врата свобода от характеристик. И когда обретается свобода от привязанности к обретению плода, то это врата беспристрастности. Это третий из трёх врат освобождения. Следующее, о чём говорится, это разностность трёх времён. Это равностное отношение ко всем трём временам, прошлого, настоящего и будущего. проявление трёх осознанностей означает осознавание того, что уже произошло, осознавание того, что происходит сейчас и то, что произойдёт в будущем. Это описывается в тридцатом томе общего собрания Судру. И это тот том, в котором описываются эти три вида осознавания. И такова шестая параметра, параметра мудрости. Мы говорили, что в структурном содержании, что следующее, это благопожелание о достижении плода поведения. Именно этому учит следующая строка. Следующий стих гласит, допустим, благодаря тому, что воскаляет все Будды, это истинная природа, Дарма Гая. Пламение, сияние и слава это сам Бога Гая. И также усердию всех Бодхисаттв. Полностью исполнятся все мои намерения. То есть, пусть благодаря трём Гаям, а также усердию Бодхисаттв. Пусть исполнятся все мои благопожелания. Усердие Бодхисаттв это практика, которую они осуществляют на протяжении трёх бесконечных кальп, для того, чтобы обрести плод просветления. То есть, здесь говорится, пусть благодаря такому усердию я достигну просветления. Это благопожелание Майдереи. Но нам также нужно такое же намерение для того, чтобы обрести просветление. Нам следует следовать примеру Бодхисаттв. Многие из нас приняли обеты монашества, нам следует вследствие стремиться к освобождению самсары и обретению просветления. Если мы опираемся на практике вожраяны, тогда мы это называем обретением состояния саманта-бадры в одном теле на одном месте. Все это устремление, с которым мы стремимся к просветлению. Я именно так Майдерея стремится реализовать свое устремление к просветлению, которому нам следует следовать. И сейчас мы достигли последней темы. Это завершение. Завершение содержится в одной страфе. Пусть я вершу подобные деяния, и как тот, кто славится своей добротой, реализует все шесть парамид, и достиг на вершине десятой ступени. Такое заключение — это благопожелание. Пусть я вершу подобные деяния, то есть я могу совершать деяния подобно Мэйтрея. Пусть я могу возносить подобные благопожелания и затем воплощать их на практике. И как тот, кто славится своей добротой. То есть Мэйтрея славится своей любовью и добротой, поскольку он зародил Бодхичитту, и в этот век пяти обращений нет никого, кто является добрейшим, более добрым, чем в эти времена упадка. Я могу следовать примеру Мэйтрея, который будет пятым Бодхой нашей Благое Кальбе. Пусть я стану таким же, как он. в силу своих благопожеланий, когда мы вспоминаем об имени Мэйтрея, либо произносим его мантру, мы можем приносить, принести благо всем существам. Именно поэтому Мэйтрея известен своей добротой и пусть я смогу реализовать все шесть парамид и достигну вершины десятой ступени. Вершина десятой ступени означает конец пути Бодхисаттва, пика, так называемого пика существования. Это десятый буми, конец десятого буми Бодхисаттва, это там, где сейчас пребывает Бодхисаттва Мэйтрея, то есть он обрел последнюю стадию перед причинем просветления, и пусть я смогу достичь того же. И мы возносим благопожелания об этом. конечно же можно объяснять это подробно в соответствии со стадиями путями и так далее, но у нас нет времени, поэтому сейчас мы лишь кратко изложили это, чтобы создать связь с этим благопожеланием. и все и все все Спасибо.